Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня говорим о прощении, о кардинальном прощении. На самом деле это даже не прощение, это скорее принятие. Потому что когда человек прощает, он подразумевает, что что-то было, за что прощать. То есть было какое-то, скажем так, грубое, неправильное действие, которое человек другой сделал в отношении него, и вот теперь это надо простить. То есть по сути принятие, в чем отличается от прощения, в том, что когда человек удалил из этого случая весь негативный заряд, то прощение наступает само собой. То есть там больше нечего прощать, просто наступает принятие, человек понимает, что это был опыт, и это было как-то, то есть остается как знание, а заряда там никакого нет. То есть человеку больше не нужно бороться с самим собой, как-то вытеснять это из своего сознания или что-то делать с этим. То есть это как интегрируется, да, как знание, и человек знает, то да, окей, это было со мной. И в данном случае важно понимать, что когда человек достигает определенного уровня осознанности, что все события, которые приходят в жизни, создаются им самим, то есть его сознанием, то тогда получается, что приходит знание и ответственность, что это не что-то плохое, и что это не нужно прощать, а что это часть жизни, и каждый человек может пройти через это. То есть это как процесс принятия и обучения. Поэтому когда я провожу процессинг счастья, я помогаю человеку не просто простить, а сделать так, чтобы у человека наступила вот эта гармония принятия в душе, и ему больше не было необходимости драться, соперничать, убивать, насиловать, то есть делать какие-то вещи, которые, ну, по сути, и делать не нужно. Часто люди испытывают негативные эмоции, но откуда они берутся? Они как раз берутся из ума. Ум, который действует на основе стимул-реакции, выдает их одну за другой, одну, вторую, третью, и при малейшем каком-то сходстве, когда ситуация в жизни напоминает это, он снова включается и начинает человека загонять в угол и ставить его в такое очень неприятное положение. Поэтому когда мы делаем процессинг, то мы убираем вот эту основу, то есть мы делаем чистым ум, и когда ум чистого человека, по сути, и прощать нечего. То есть те вещи, которые происходят с ним, они как раз самые важные и самые лучшие, то есть они будут направлены на благо, и то есть человек чувствует на самом деле, что с ним происходит самое лучшее, что, ну, как бы необходимо для него. Это вот состояние сознания, то есть состояние, когда человек находится как наблюдатель, и он воспринимает и себя, и других как часть этого сознания. И тогда он понимает, что это все едино, то есть единое сознание, которое играет в игры разума, разделенные на я, ты, я и не я, и так далее. И вот очень важно прийти к этому сознанию, я как раз помогаю людям в этом. Поэтому если вам эта тема единства интересна, если вы хотите научиться действительно прощать, принимать, то предлагаю вам написать мне в личные сообщения или в комментарии, я провожу бесплатные консультации, рассказываю, как это можно сделать более подробно. Поэтому пишите, все мои контакты будут в описании к этому видео, и, конечно, ставьте «Нравится», если видео вам понравилось, делитесь этим видео со своими друзьями, колокольчик для напоминания о новых видео, которые выходят на моем канале практически каждый день. Вам желаю, друзья, счастья, гармонии, принятия и, конечно же, прощения. До скорой встречи!